Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной обзор практики Верховного Суда по налогам, на этот раз за октябрь 2022 года. Следует заметить, что, к сожалению, последние месяцы Верховный Суд не радует нас отказными определениями, в которых бы содержались интересные выводы по налогам. Поэтому и в данном выпуске ничего об отказных определениях говорится не будет. Но зато в октябре было достаточно дел, которые были рассмотрены судебные коллеги по экономическим спорам и в которых затрагиваются налоговые вопросы. Вот как раз и предлагаю рассмотреть соответствующие дела. И начать хотелось бы с космоса. Именно эта проблематика была затронута в деле НПО Лавочкина. В этом деле рассматривался вопрос о том, какую ставку по НДС применять. 0% либо 20% при приобретении оборудования, запчастей, которые использовались для производства космической продукции. Поскольку в зависимости от применения ставки решался и вопрос о том, имеет ли налогоплательщик право на вычет, либо не имеет. И в данном случае налоговый орган полагал, что поскольку продукция, которая закупалась налогоплательщиком, она использовалась для производства космической продукции, то здесь должна применяться ставка 0%. Соответственно, поставщики этой продукции, которые выставляли счета фактуры и указывали там ставку 20%, они ошибались. И, соответственно, у налогоплательщика не возникает права на налоговый вычет. Однако, Верховный суд с такой позиции не согласился. Ну и при этом здесь следует заметить, также Верховный суд и не согласился с нежестоящими судами, которые позицию налогового органа поддержали. Во-первых, было указано на то, что поставщики сформировали источник для вычета по НДС. И каких-либо плохих последствий для бюджета не возникает. То есть, ущерб в любом случае бюджет не понесет, если налогоплательщик получит право на вычет по НДС. Кроме того, было обращено внимание, что в данном случае космическую продукцию производит именно налогоплательщик. И именно налогоплательщик при дальнейшей реализации должен был бы использовать нулевую ставку. Вместе с тем, его поставщики, как таковую космическую продукцию не изготавляли. То есть, те товары, которые поставлялись, они имели двойное назначение. И в данном случае поставщиками соответствующие товары не рассматривались, как товары, предназначенные для какой-то космической деятельности. В этой связи они применяли ставку 20%. Соответственно, Верховный суд посчитал, что соответствующая ставка 20% соответствует тем нормам, которые изложены в главе 21-й налогоплательщика. Ну и, соответственно, требования налогоплательщика были удовлетворены. Следующее дело – это дело «Газпромнефть». Ну, сразу следует заметить, что дело достаточно узкоспециальное. Но те выводы, которые в нем содержатся, они носят общий характер и, конечно, могут использоваться и в других делах. Само по себе дело касалось учета амортизации по налогу на прибыль в отношении судов, которые были зарегистрированы в Российском международном реестре судов. И налоговый орган полагал, что поскольку соответствующие суда зарегистрированы в этом реестре, то у налогоплательщика отсутствует право по учету амортизации в отношении данных судов. Однако, Верховный суд посчитал такую позицию неверной и указал на то, что в рамках налога на прибыль действует принцип соотносимости доходов и расходов. И в этом деле этот принцип означает, что в том случае, если доходы от использования судов включались в базу по налогу на прибыль, соответственно, облагались этим налогом, то соответственно, те расходы, которые были необходимы для получения таких доходов, они также должны учитываться. В противном случае принцип соотносимости доходов и расходов нарушается. И в этой связи Верховный суд посчитал, что расходы в виде амортизации, они могут учитываться по налогу на прибыль, но в том случае, если соответствующие расходы соотносятся с теми доходами, которые включались в базу по налогу на прибыль. Это дело также интересно тем, что в нем Верховный суд анализировал изменения в законодательстве и оценивал соответствующие изменения. В данном случае Верховный суд оценивал в том числе материалы к законопроекту, пояснительную записку, и пришел к выводу, что дальнейшие изменения, они, по сути дела, не вводили какой-то новый порядок по учету доходов и расходов в отношении судов, которые зарегистрированы в Международном реестре судов, а просто уточняли ситуацию для исключения каких-то спорных моментов. И на этот подход также следует обратить внимание, потому что у нас достаточно часто вносятся изменения в налоговое законодательство, и часто в связи с этим возникают споры. И поэтому необходимо установить, вводил ли законодатель какое-то новое регулирование, либо все-таки это просто уточнение старого регулирования, которое существовало и в предыдущий период. Поэтому в том случае, если такая проблема возникает, то это дело «Газпромнефти» также может быть полезно налогоплательщикам. Так, ну и закончить настоящий обзор хотелось бы проблемой определения налоговых обязательств в случае установления дробления бизнеса. Ну, я думаю, многие уже знают, что, по сути дела, сформировалась такая категория дел, которая состоит из таких дел, как МДС, монтаж, строй. Вот. И как раз дело Сормова, которое рассматривалось в октябре, продолжает эту категорию дел. Здесь важно заметить, что в деле Сормова Верховный суд, хотя и повторяет ту позицию, которая была изложена в делах монтаж, строй, МДС, но и также дополняет эту позицию. И дополнение заключается в том, что, помимо того, что налоговый орган при определении действительных налоговых последствий, налогоплательщика должен учитывать не только доходы формальных организаций, которые участвовали в соответствующем дроблении бизнеса, не только доходы и расходы, но и также суммы налогов, которые уплачивались. И в деле Сормова Верховный суд установил алгоритм учета соответствующих сумм налогов. На самом деле, слишком подробно об этой позиции я рассказывать не буду, поскольку я о ней подробно рассказывал в выпуске налоговых новостей за октябрь. Поэтому, кому интересно, перенаправляю к этому выпуску. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.